Ассаляму алейкум ва рахматуллах и ва баракату, дорогие братья и сестры. Яджуди-маджуди – это племена с необычайной властью и силой, но они также невероятно опасны и вредоносны. Они разрушат стену Зулькарнайна и выйдут наружу. Их сокрушающее прибытие будет сметать всё на своём пути, как губительное наводнение. Будут уничтожены поля и леса. Каждая душа будет испытывать к ним ненависть. Из-за ужасных разрушений люди запрутся в крепости и обратятся к Иисусу, чтобы Он спас их от них. Даже сам Иисус не будет обладать достаточной силы, чтобы противостоять им. Тогда верующие отправятся в горы и будут молиться Аллаху. В конце концов, по приказу Аллаха, странная болезнь появится на шеях притеснителей в форме червей. Что приведёт к незамедлительной гибели целого народа Ядюди Мадюдж. История Ядюди Мадюдж. Зулькарнайн был правдивым королём, который пресекал местность, расположенную между двух гор. Люди, жившие там, рассказали ему, что Ядюди Мадюдж, вторглись в их земли с другой стороны этих гор и убили их людей. Они попросили у него помощи. Зулькарнайн построил могучую стену с железой и медью безвозмездно, чтобы защитить людей от атак племен Ядюди Мадюдж. Впоследствии эта стена стала называться, как стена Зулькарнайна, или стена Ядюди Мадюдж. Все эти детали проводятся в Коране. Что означает? Они сказали, О Зулькарнайн, Ядюди Мадюдж распространяет на земле нечести. Быть может, мы оплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду. Он, Зулькарнайн, сказал, То, чем наделил меня Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними. Преграду. Подайте мне куски железа. Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал, Раздувайте. Когда они стали красными, словно огонь, он сказал, Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него. Они, племена Ядюди Мадюдж, не смогли забраться на нее, и не смогли пробить в ней дыру. Он сказал, Это милость от моего Господа. Когда же исполнится обещание моего Господа, он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа является истиной. Признак конца света, когда дем воздаяние приблизится, Ядюди Мадюдж прорвутся через стену и ступят на землю, что приведет к полному разорению. Разрушение стены и повторное появление армии Ядюди Мадюдж является признаками конца времен, что упоминается в Коране и других ниспосланных книгах, «Пока Ядюди Мадюдж не будут выпущены и не устремиться вниз каждой возвышенности». Появление тех племен ближе к концу света было предопределено Аллахом. Оно станет признаком последних дней перед Старшным судом. Поэтому в хадисе пророка Мирма Благословения говорится, что их появление считается одним из больших признаков Дня Воскресения. И во многих хадисах говорится о том, что их выход придется на время Иисуса Христа. Страх перед их появлением был описан нашим пророком Мирма Благословения много раз в течение его жизни. Передается от Зайна Бинджах, что пророк Мирма Благословения однажды пришел к ней напуганный и сказал, «Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Горе арабам от зла, который уже близко. Сегодня в стене Ядюджем Адюдж было проделано вот такое отверстие, и он соединил большие указательные пальцы в виде круга». Зайна Бинджах сказала, «Я спросила, «Обасаника Аллах, так неужели погибнем, и мы, несмотря на то, что среди нас будут праведники?» Он сказал, «Да, если пороки умножатся. Разрушение по причине племен не Адюджем Адюджем. Они выпьют всю морскую воду. До их прибытия на земле спустится Иисус, что является одним из признаков приближения Дня Воскресения. Аллах отправит эти две племени, и они будут прибывать из каждой возвышенности, быстро спускаясь вниз. Первые из них пройдут через Тивериадское озеро и выпьют его воду, а когда пройдут последние, они скажут, «Когда-то здесь была вода». Они будут идти, пока не достигнут Джабаль Аль-Хамра, который является горой в Байт-Уль-Махтыс, и скажут, «Мы уничтожили всех на земле, так давайте же убьем того, кто на небе». Сказав это, они метнут копье в небо, которое по воле Аллаха вернется окровавленным». Передается от Джабира, что пророк Мухаммад Миром в благословении сказал, «После того, как племена Яадюди Мадюди уничтожат все на своем пути, они подойдут к Джабаль Аль-Хамра, который является горой в Байт-Уль-Махтыс, и скажут, «Поистине мы уничтожили всех на земле, так давайте же убьем того, кто на небе». Сказав это, они метнут копье в небо, которое по воле Аллаха вернется окровавленным. И передается от Ибн Худжа в хадисе, Аллах сказал, «Я отправил такие народы, Гог и Магог, что никто не осмелится сражаться с ними». Заключение. Пророк уже предупредил о каждой приближающейся беде еще 1400 лет назад. Наша обязанность является узнавать эти беды и предупреждать о них других людей. Перед лицом подобным испытаний уединение станет лучшим вариантом. Мы всегда должны беспокоиться о нашей вере и молиться, чтобы эти испытания не постигли нас. Если мы не будем так поступать, то вскоре лишимся своей веры. Мы должны больше молиться, чтобы Аллах защитил нас от испытания «Я дюдим» и «Ма дюдим». Субтитры создавал DimaTorzok Жуков Бхашевик cat Субтитры создавал DimaTorzok حتى إذا ساوى بين الصدفين قالهم أفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمكم من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا أفرغ عليه قطرا ولي Всевышнего мы дожили до еще одного месяца рамадан нам открылись врата добра и блага давайте не забывать о тех кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в нашей помощи мы продолжаем сбор на 1000 корана мечеть пророка мхаммада мир ему благословение и в бедные страны 20 водяных колодцев мечеть смыгрессе 20 пальм плодами которых будут питаться нуждающиеся 2000 евтаров для постящихся и на 3 праздника с раздачей продуктов питания на рамадан даже самый маленький вклад может стать большим делом перед Всевышним давайте вместе сделаем этот рамадан особенным и запоминающимся проявляя сострадание и заботу о других людях не упускайте этот рамадан без совершения благих дел все отчеты на страницах упомянутых ниже в целом в 3 в 8 в 6